Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 26 мая и давайте посмотрим, к чему мы пришли по итогам текущей торговой недели и с чем мы будем уходить на выходные. Итак, начнем как всегда с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы вчера видели в первой половине торговой сессии движение в область 1.1250, к концу торговой сессии спустились в область 1.1208, но в целом движение было практически нейтральное, не обновили локальных максимумов, не локальных минимумов. Поэтому на текущий момент тенденция по паре евро-доллар в среднесрочной и в краткосрочной перспективе остается также на укрепление и ближайший разворотный уровень находится в области 1.1160. Ближайшая цель это уйти выше отметки 1.1260-1.1300. Пара британский фунт, американский доллар, ушла сегодня ниже отметки, которая была сформирована 24 мая по значению 1.2930, что в свою очередь нам говорит о продолжении краткосрочного нисходящего тренда, начало которого мы могли отмечать еще как раз 24 мая. Поэтому в краткосрочной перспективе мы начинаем снижаться. Один из важных уровней, который мы можем отметить по текущему движению как раз в среднесрочной перспективе, находится в области 1.2842. Если пара все же уйдет ниже данного значения, это минимум, который был зафиксирован 12 мая, то мы сможем говорить уже о более затяжной коррекции, о более затяжном движении. Пара австралийский доллар, американский доллар не смогла вчера обновить локальные максимумы, что могло бы означать отмену нисходящего сценария краткосрочного по данной паре. Но на текущий момент мы видим также тенденцию на понижение по данному инструменту. И та попытка уйти выше отметки 0.7516, которая не увенчалась успехом, лишний раз это подтверждает. Поэтому на текущий момент в краткосрочной перспективе пара австралийский доллар, американский доллар начинает двигаться в нисходящем тренде, что в свою очередь идет в ногу с трендом более крупным. Поэтому на текущий момент и краткосрочный, и среднесрочный движется в одном направлении. Ближайшая цель по данному активу это область 0.7334, минимум, который был в 10-х числах мая. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Ближайший коррекционный уровень по данной паре находится в области 1.3541, поэтому на текущий момент тенденция на снижение также остается в приоритете. Пара американский доллар, японская иена сегодня с утра уже ушли ниже минимумов вчерашней торговой сессии, ниже минимумов 24 мая. Что в свою очередь на текущий момент подтверждает краткосрочный настрой двигаться на понижение американского доллара. То есть уже в сторону уровня 110.23. И резюмируя эти данные, мы можем ожидать дальнейшее продолжение нисходящее движение по данной паре, по данному инструменту. Уход же выше отметки 111.94, точнее обновление максимумов вчерашней торговой сессии, уже может отменить данный сценарий в краткосрочной перспективе. И на текущей ситуации, текущие позиции уже могут быть пересмотрены. Но сейчас тенденция на понижение имеет место к продолжению. Пара евро-фунт на фоне ослабления британского фунта дала дополнительный импульс на укрепление евро в данной валютной паре. И, собственно, за последние несколько недель ситуация не меняется. Евро-фунт движется на укрепление. Вчера подходили к отметке 0.8675. Сегодня с утра уже ее обновили и дошли до локальных максимумов в области 0.8714. Поэтому ближайший коррекционный уровень по данной паре мы можем отметить на минимуме, который был 24 мая в области 0.8601. Индекс DAX пока не оставляет в своей попытке следующего импульса на укрепление. Но, тем не менее, вчера мы видим, что в течение торговой сессии были обновлены и локальные максимумы, и локальные минимумы. Поэтому на текущий момент по индексу DAX необходимо обратить внимание, куда уйдет инструмент. Останется ли он выше значения 12713, это максимум, который был вчера, либо уйдет ниже отметки 12.543. Это минимум вчерашней торговой сессии. И это уже даст больше понимание краткосрочного движения по данному активу, по данному инструменту. Сейчас все признаки бокового движения, по крайней мере, три торговой сессии последние, мы это можем отмечать. Золото продолжает свое восходящее движение. Сегодня также с утра подошли уже к локальным максимумам в области 1263 доллара за тройскую унцию. Ну и следующая цель, это, безусловно, закрепиться за данным уровнем. Пока коррекционный уровень остается в области 1246 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent во второй половине торговой сессии вчера уходит ниже отметки 53.12. Это уровень, который мы отмечали ранее, минимум 23 мая, что, в свою очередь, говорит нам о начале краткосрочного движения по нефти марки Brent. И отмена данного сценария произойдет в том случае, если цена уйдет выше максимум, который был зафиксирован вчера, то есть 54.59. Если говорить простым языком, то те сделки, которые открываются на продажу по данному инструменту, защитный стоп-ордер имеет смысл размещать именно за максимум вчерашней торговой сессии, потому что именно уход выше данного значения отменяет сценарий на снижение нефти. Ну и индекс доллара. Индекс доллара на текущий момент все еще продолжает свое нисходящее движение. Ближайший уровень для отмены нисходящего сценария находится в области 97.36. Это максимум, который был зафиксирован 24 мая, и также мы его видели 22 мая. Уход выше данного уровня может нам подтвердить начало краткосрочного восходящей тенденции по индексу доллара. Обновление локальных минимумов в области 96.77 дает подтверждение следующего импульса на ослабление индекса доллара. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok